Применение иммунотерапии Применение неодевантной иммунотерапии Применение пациентов с местно распространенными стадиями заболевания Это пациенты с третьей стадии У которых прогноз по общей выживаемости значительно ниже, чем у пациентов даже со второй стадией заболевания Подход к лечению данных больных может быть различный Общепринятое это изначально применение хирургического метода лечения на первичную опухоль И далее назначение одевантной терапии Но мы будем рассматривать несколько другой подход Это воздействие на первичную опухоль неодевантной терапии Дальнейшее хирургическое лечение и далее рассматриваются возможности одевантного лечения Хотелось бы отметить, что мы предполагаем, что при применении неодевантной терапии Будет вызываться более сильный иммунный противоопухолевый ответ на опухолевую ткань Так как при применении одевантной терапии Тем же пембролизумабом при лечении меланомы Показатели общей выживаемости никак не меняются Это возможно связано с тем, что нет опухолевого субстрата Для воздействия на данные заболевания Внеодевантную терапию при лечении меланомы кожи Можно рассмотреть с нескольких сторон Это ее преимущества, такие как уменьшение объема Оперативного вмешательства, улучшение показателей резектабельности Внеодевантная иммунотерапия также позволяет оценить Объективный и патоморфологический ответ Позволяет определить индивидуальную чувствительность И резистентность опухолевых клеток терапии Из недостатков это остается риск потери резектабельности опухолевого процесса Риск прогрессирования опухолевого процесса на момент неодевантной терапии А также возникновение нежелательных иммуно-посредственных осложнений лечения Которое в свою очередь может отодвинуть сроки применения следующих этапов лечения Таких как и археологических Также есть потенциальные факторы, на которые может воздействовать неодевантная иммунотерапия Это большая чувствительность к лечению при ранних стадиях процесса Повышение эффективности последующего лечения за счет более ранней активации иммунной системы Удаление, элиминация отдаленных метастазов Увеличение безрецидивной и общей выживаемости Применение неодевантной иммунотерапии при меланоме кожи Давно уже вызвало научный интерес Хотелось бы отметить исследование ОПЦН, которое было применение комбинированной неодевантной иммунотерапии Далее пациенту выполнялось хирургическое лечение с оценкой гистологического материала В данном исследовании впервые отметили большое число патоморфологического ответа на опухоль Но вследствие того, что была малая выборка пациентов Это служило развитием до следующего исследования Большого рандомизированного второй фазы ОПЦННЕО Где уже применение комбинированной иммунотерапии Исследовалось у пациентов в нескольких вариациях И далее хотелось бы отметить, что в 2021 году Вышел большой когортный анализ данных двух исследований По которым мы увидели то, что при медиане наблюдения от 4 лет От пациентов, которые были в исследовании ОПЦН 7 из 9 пациентов, у которых наблюдался патоморфологический ответ До сих пор не зарегистрирован рецидив или прогрессирование При медиане наблюдения около двух лет Пациенты, которые получали лечение в рамках исследования ОПЦННЕО В группе показатели безрецидивной выживаемости были 97% Также хотелось бы отметить исследование Прада У этого исследования очень интересный дизайн исследования Так как пациенты были разбиты на три группы Все пациенты получали комбинированную иммунотерапию Но дальше пациенты разделялись Пациенты, которые достигли полный патоморфологический ответ В дальнейшем не получали хирургического лечения И оставались под динамическим наблюдением У пациентов, у которых был зарегистрирован частичный патоморфологический ответ То есть от 10 до 50 жизнеспособных клеток Получали хирургическое лечение Но одевантная терапия не назначалась И у пациентов, у которых было более 50% жизнеспособных тканей Пациентов выполняло хирургическое лечение С последующим оперативным уменьшательством И назначением одевантной терапии В зависимости от БРАФ-статуса Это могло быть или иммуно- или таргетное Данное исследование подтвердило, как и предыдущую Высокую частоту патоморфологических ответов При проведении неодевантной терапии Было зарегистрировано У 50% полный патоморфологический ответ У 11% частичный И у 10% был частичный патоморфологический ответ Также хотелось бы отметить исследование СВОК Которое было опубликовано в 2022 году Это исследование несколько отличалось Здесь сравнивались группы применения одевантной терапии и неодевантной терапии при лечении меланомы кожи в местно распространенных стадиях. Пациенты в группе неодевантной терапии получали 3 ведения пембролизумаба в неодевантном режиме, далее выполнялось хирургическое лечение и в последующем 15 ведений пембролизумаба. В группе пациентов с одевантной терапией выполнялось только хирургическое лечение с последующим выполнением 18 ведений пембролизумаба. Данное исследование показало, здесь оценка была о бессубъективной выживаемости. Как мы видим на представленных графиках, пациент с группой неодевантной терапии в 72% наблюдался, в отличие от одевантов в 49%. Данное исследование послужило основанием и включением теперь с февраля 2023 года в Росонковебе в рекомендациях появились назначения пембролизумаба в неодевантном режиме, где рекомендаются приведения перед оперативным лечением. Хотелось бы отметить, что в нашем центре медицинской онкологии Петрова с октября 2020 года существует клиническое исследование оценки эффективности неодевантной иммунотерапии проголемабом в лечении больных меланомой кожи третьей стадии. Данное исследование отмечают пациенты меланомы третьей стадии, которые получали неодевантную иммунотерапию проголемабом. Далее выполняется оперативное вмешательство с оценкой патоморфоза и далее продолжение иммунотерапии у пациентов было по выбору исследователей. Вашему вниманию хотелось бы представить клинический случай пациента с 48 лет. Пациент с детства отмечал образование кабинетное на коже спины, к врачам не обращался и с 2020 года пациента начало беспокоить то, что было эпизод кровоизлияния. Пациент обратился за медицинской помощью по месту жительства, где была выполнена лазерная деструкция, образование кожи спины и по гистологическому материалу описывали как доброкачественный процесс. Через полгода пациент самостоятельно заметил увеличение размеров правых акселярных лимфоузлов, в связи с чем обратился в наш центр. Было проведено контрольное обследование, по данным лучевым методам диагностики. Отмечалось увеличение размеров правых акселярных лимфатических узлов размерами до 24 мм, а также уплотнение увеличения участка кожи вместе после операционного рубца с единичными включениями до 7 мм. Был выполнен пересмотр гистологического материала в нашем центре. По данным заключения, наши патоморфологи дали заключение эпитолиодная закачественная меланома кожи с лимфовоскулярной инвазией. Достоверно ценить уровень инвазии про Кларку было невозможно. Пациенту было назначено назначение неодеватной иммунотерапии про галилемаба. Пациент получил 4 введения и далее выполнил контрольное обследование. По данным контрольного обследования, отмечалось размеры лимфатических узлов правой акселярной области и участка уплотнения после операционного рубца были в пределах стабилизации, но появился очаг в 6-м сегменте печени размерами до 11 мм. Перед нами стал вопрос о необходимости смены режима терапии, проведения или продолжения нашей терапии, выполнить морфологическую верификацию трепан-биопсию было невозможно из-за технических сложностей расположения участка данного образования. И было решено продолжить терапию. Пациент также получил еще 4 введения. После контрольного обследования отмечается уменьшение данного очага в 6-м сегменте печени размером до 5 мм, которое крайне трудно визуализируется. Хотелось бы отметить, что перед началом терапии пациенту был определен иммунный статус, по данным которого мы зарегистрировали увеличение регуляторных клеток, уменьшение т-хелпилов, т-киллеров и иммуно-регуляторный индекс. Мы предполагаем, что воздействие нашей неодевантной иммунотерапии снизило количество регуляторных клеток, в связи с чем повысило количество т-киллеров и т-лимфоцитов, которые активировали более сильный иммунный ответ, в связи с чем мы можем трактовать данное образование. Мы трактуем очаг, который появился в печени после 4 введения, как псевдопрогрессирование процесса. Далее пациенту была выполнена акселярная лимфодисекция справа с реэкстезией после операционного рубца с применением интероперационной фотодермической терапии и гипертермии. По данным гистологического заключения было исследовано 13 лимфатических узлов, и все они были без метастазов. В двух лимфатических узлах были участки кровоизлияния, некроза, фиброза, что свидетельствует о полном патоморфологическом ответе опухолевой ткани. Гистологическое исследование после операционного рубца также не было найдено в клетке меланом. Далее нами было принято решение о назначении данному пациенту адеватной иммунотерапии неволумабом. Пациент получал в течение года суммарно 13 введений. После применения адеватной терапии пациент обратился с контрольными обследованиями, по данным которых не было зафиксировано прогрессирование, не было патологических очагов по данному компьютерной томографии. И было принято решение оставить пациента под динамическое наблюдение с обследованием каждые 3 месяца. В настоящее время пациент выполнил контрольное обследование, по данным которого прогрессирование не наблюдается. Благодарю за внимание. Продолжение следует...